Приветствую вас. Давайте поисследуем то, что вы написали. Вы пишите, у меня ужасное чувство ревности мужа, друзьям и родителям. Смотрите, ну, ревность связана в общем, в общих чертах. Ревность связана с неуверенностью в себе, с браком-одиночеством, с заниженной самооценкой и с специфическим отношением к сексу. Вот. То есть зачастую такое вот, ну, несколько чрезмерное отношение к сексу. В вашем случае, в вашем случае речь идет о том, что вы, с одной стороны, боитесь своего мужа потерять по ряду причин. Какие причины, это желательно бы выяснить. То есть мужчина для вас, по факту, очень важен. Вот. Чем-то. В этом смысле, мне кажется, речь идет о том, что вам дает ваш муж, вот, ну, вообще, в принципе, что он вам дает. Что вы, ну, получаете от него. И почему для вас это настолько важно? Настолько важно, что вы боитесь этого лишиться, образно говоря, и боитесь этого лишиться настолько, что вас напрягает даже то, когда он разговаривает со своей мамой. На мой взгляд, это очень важный момент, на мой взгляд, это очень важный момент, потому что здесь вы, как будто бы, опять же, сравниваете себя, вы сравниваете себя с мамой, сравниваете себя с его подругой и так далее. То есть вы не чувствуете себя ценной. А ценной вы себя не чувствуете во многом, потому что как раз-таки нуждаетесь в муже для того, чтобы чувствовать себя более, ну, более значимой, более ценностной, вот. Такая штука, такая история, неприятно, конечно, вне всякого сомнений. Но, тем не менее. Нужно, вот, в этом ключе вам, ну, как бы двигаться. То есть, с одной стороны, речь идет о том, что нет любви к мужу. С одной стороны. С одной стороны. И, с другой стороны, речь идет о том, что вы его ревнуете. То есть, ну, по факту, да, боитесь, ну, боитесь, получается, его потерять. Вот. С своего мужа, я имею ввиду, боитесь потерять. А у этого есть, как я уже сказал, причины и с этими причинами нужно разбираться. Зачастую это ваши внутренние конфликты, зачастую это ваши страйки, зачастую это то, как вы относитесь к себе, как вы относитесь к своей ценности, как вы реализуетесь сами в жизни. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, что если бы вы реализовывались бы, если бы вы реализовывались в жизни адекватно, то у вас не было бы оснований для того, чтобы ревновать с его мужем. Возможно, не было даже оснований для того, чтобы быть с ним без любви, как это сейчас у вас происходит. Вот. Вот. С такой мамой. С такой мамой. Нужно учитывать обязательно. И так далее. Дальше, вы пишите, я не люблю, когда его мамой называют сыну, когда она рассказывает ему что-то или о чем-то просит. Ну, тут вот вы сразу чувствуете себя же по факту, чувствуете себя ненужной, по факту вы чувствуете себя неважной, по факту вы чувствуете себя неценной и сомневаетесь в своей ценности. Ну, вы, вы занимаетесь своей ценностью, вот, то есть, то, что вы говорите, что вы не любите, это, это поверхность, то есть, это вот верхний слой, то, что вы не любите, когда мама называет его, как-то, как-то, как-то. А, что дальше, то есть, как бы, что скрывается за этим чувством, что скрывается за этим ощущением, что скрывается, что скрывается, вот, то есть, вот это, на это точнее, нужно обратить внимание, вам, свое, свое, вот, посмотреть, что лежит, глубже, что находится на глубине, вот этого, ну, того, что вы не любите, когда мама его о чем-то просит. Вот, это вполне возможно, вполне реально со всем этим разобраться. Вот, ну и обратите внимание на то, что вы не задаете вопрос, что это, там, говорит о том, что вы находитесь в позиции жертвы, вот. То есть, вы не, ну, вы не готовы, вы не готовы брать ситуацию в свои руки, видимо, 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 не готовы это делать. Хотя, это очень важная история. Очень важно, чтобы, чтобы вы как-то таки, вот, для себя решили вопрос, а чего же вы хотите? Избавиться от ревности, если хорошо. Если избавиться от ревности, то замечательно. Мы можем вам в этом помочь, но в таком случае придется что-то менять. то привычное восприятие и тот привычный алгоритм ваших мыслей, которые, ну, которые сейчас у вас есть. Вот. Опять же вопрос. Опять же вопрос. Готовы ли вы? Готовы ли вы это делать? Понимаете? Хорошо. Самое что, вот, то, что вы сказали, просто, что, ну, я ревную. Я ревну, естественно. Э, понятно. Да. А, дальше? Что дальше? Понимаете? Вот. Так что, определите всем, что вы хотите, да, определите своим запросом, запрос, именно к психологу. Вот. То есть, ну, именно, какой, какой у вас запрос к психологу, какую помощь вы хотите от нас вам. Вот. И, с этим уже можно будет, ну, что-то делать. С этим уже можно будет вымодевать. Вот. Пока что, это выглядит только так, что вы, ну, вы пожаловались. Вот. Вот. И, все. То есть, вы пожаловались, и вы хотите, ну, какого-то, вот, решения ситуации, да. Вот. Ну, возможно, такого застола, быстрого и так далее. Вот. Ну, подобная, подобная позиция ваша, она формировалась не один день, не один год, возможно. Вот. И вы видите для себя некий смысл в том, чтобы, например, быть тем, кого вы не любите, да, и, например, пытаться удержать человека. Ну, пытаться удержать человека рядом с собой. Тем самым, создавая среду, благодатную среду, благоприятную среду для зависимых отношений. Вот. Поэтому, если вы готовы разбираться с причиной, причинами ревности, вот, своей, то я думаю, что он, а мы с радостью, с радостью вам, с этим разобраться. Вот. Ну, вероятно, потребуется определенное, ну, время для того, чтобы, чтобы был эффект, чтобы был результат. Рано потребуется время. Такая вот штука. Такой ответ. Я надеюсь, что для вас это было полезным. Надеюсь, что вам это было не бесполезно. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам хочу пожелать удачи, я вам хочу пожелать всего доброго, я вам хочу пожелать начать опираться на себя больше, а не на людей вокруг вас. Вот. Всего вам самого доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok